на часах 1106 это программа мужской понедельник на 101 0 добрый день здравствуйте вас приветствует ведущий николай гуликов и владимир сметанин сегодня понедельник 27 августа традиции в начале недели заглядываю в прогноз погоды вы знаете лето продолжается на неделю в общем-то будет солнечная погода в общем и целом и до 25 со знаком плюс с утра вспомнил заметные строчки помнишь уж лето осенью дышал и подумал так у нас уж осень летом задышала длиннее становился день слушай классная погода на дворе 2 вдвое выходных 2 2 выходных дня я провел просто в лесу и был безумно счастлив без вылазно ну практически безвылазно только так сказать чуть-чуть поспал это прекрасно никого это просто поздно вы слышите уже голос одного из наших гостей виталий брам общественник виталий добрый день добрый день да еще еще поприветствуем сразу же андрея воробьеву руководитель автономной некоммерческой организации жкх эксперта эксперта общественной палаты нашего региона и андрей добрый день добрый день собственно тема первого часа дневного разворот мужского понедельника на давно назревало. Да мы вообще, кстати, между прочим, по понедельникам частенько на эту тему говорим, чего уж она назревает. Да? Говорили уже? Да. Мы вообще, как ни понедельник, все с тобой про мусор. Созревало. Да. Все про мусор. Уже много-много недель социальные сети, всевозможные сообщества полнятся информацией о том, что скопились горы мусора в той или иной точке города, не вывозятся своевременно мусорные баки. А этой проблеме на прошлой неделе было посвящено совещание в городской администрации. Я думаю, что многие уже слышали и видели, как это дело было. Любопытно, по крайней мере, мне за этим было наблюдать. Глава администрации нашего города Илья Шульгин жестко критиковал тех, кто... Скажем так, устроил разнос. Тех, кто ответственен за... Очередной разнос. Это прекрасно. Шульгин сказал, это фотофакт, то, что это есть. И все, вы должны исправлять. Там интересно дело пошло. Управляющие компании, пишут СМИ, пытались переложить ответственность на САХ. Мол, САХ сократил число контейнеров, а руководство САХ объяснило это долгами управляющих компаний. Все, и круг замкнулся. Ну, в общем-то, Владимир, ты так говоришь, круг замкнулся, будто это был не самый удивительный сюжет. Круг-то замкнулся очень давно. Что мы имеем в виду? А ты говоришь, круг замкнулся, то, что... Нет, я веду череду вот этих объяснений. Да, череду объяснений. Так, в принципе, так всегда и было. Это было и раньше. То же самое. Это ведь не первый раз поднимается тема с этими контейнерами. Другой вопрос то, что мы видим сейчас снова какую систему. Что вот есть проблема, эта проблема не решается годами, и в очередной раз все попытались как решить. Потопать ногами и покричать, да? Вот. Что после этого изменилось? Судар сегодня не шел случайно мимо мусорных контейнеров. А я случайно шел. Ну, 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 там потопать ногами покричать. А что, претензии главы администрации, они не обоснованы? Дело не в том, что они не обоснованы. Претензии жильцов обоснованы. Претензии главы администрации обоснованы. Вопрос в том, что после этого изменится? Как-то вас прервать уже. Сейчас дадим слово. Мы тут уж привыкли, когда в твоё. Я абсолютно согласен с сообщениями в социальных сетях, когда люди пишут о том, а, собственно, мы-то почему крайними оказались? Почему вот эти, простите, терки между управляющими компаниями и САХ должны касаться нас, пишут люди? Ведь мы-то платим исправно. Ты даже, как инвесторы нажал, тут еще есть САХ, есть управляющая компания, есть городадминистрация. Вот у них присутствует процент. Как арбитр, а власть — это арбитр. Давай, Виталий Брам. Да, вот Виталий Брам. Да, ну, слушайте, коллапс мусорный в какой-то очередной раз, то есть он там вспихивает, бац, он вспихивает, потом утихнет, потом вспихивает, потом утихнет. То есть понятно, что система не меняется. То есть если коллапс повторяется, значит причины этого коллапса, этой проблемы, они сохраняются. То есть удается в ручном режиме что-то решить. Можно кричать, собирать управляющие компании, можно жестко им говорить всем субъектам и так далее. Но причины-то никто не летит, что ли, причины? То есть это же очевидно. Зимой еще, когда обсуждали какие-то нововведения, так скажем, в взаимоотношениях между субъектами хозяйствующих. — А какие у нас нововведения были? Напомните, пожалуйста. — Мы знаем, что с января... — У нас главное нововведение впереди. — Главное... Это и это страшно. — Дождите, сейчас. — И это очень страшно. Я думаю, Андрей расскажет про нововведение, которое будет. А я хотел бы напомнить, что, по-моему, 1 января сего года, 2018-го, повысилась стоимость перевозки мусора. Стоимость перевозки, она, еще раз говорю, не регулируется ни службой по тарифам, ни правительством. Это именно взаимоотношение двух субъектов. В данном случае это КДУ-3, которая входит в группы компаний САХ, которая, на мой взгляд, конечно, является монополистом в этой сфере в городе Кирове. — КДУ-3 — это который устанавливать камеры начало возле контейнеров мусорных площадок. — Уже начали, да? — Да, было сообщение две недели назад. — Я сказал, не монополистом, а занимающим доминирующим положением на товарном рынке. — Сразу видно юрист, я-то, что не юрист. — Кстати, вот, Виталий, у меня просто к тебе вопрос есть, который меня мучает. Я даже не говорю, что КДУ как-нибудь расшифровывается? — А вот мы ждем Михаила. Михаил, если нас слышишь, то мы ждем. — Это культурно-досуговое учреждение. — Коммунально-дорожное учреждение. — А, коммунально-дорожное учреждение. — Ну, может быть, я делаю предположение. — Виталий, секундочку, да, все-таки про третьего гостя мы должны сказать. Мы ждем его весьма. Это Михаил Шихов, директор по развитию предприятия САХ. — Депутат Кировской городской думы. — Депутат городской думы, да. Мы этой теме собрались посвятить не только сегодняшний эфир, но и завтра с 11 часов мы хотели бы услышать позицию управляющих компаний, уже кое-кто приглашен. И вот делаем наметки на завтрашний день. Ну, а сегодня вот в таком составе. Михаил Викторович, если нас слышите, мы вас ждем. Да, действительно. — Виталий. — С чего стоит начать, чтобы все понимали, то есть из чего, из каких составляющих вообще там образуется вся картина взаимоотношений между той же КДУ и правящей компанией, ну, собственно, там населением, которое очень интересно представляет правящая компания. Я имею в виду про мусор, про вывоз. То есть первое — это именно вывоз и транспортировка мусора, да, то есть это такая плавающая договорная составляющая, которая не регулируется в органах власти. — Что значит, плавающая? Ну, мы, я еще раз сказал, с 1 января она увеличилась на 39,5%. — Почти на 40. — Почти на 40%. Вторая составляющая — это утилизация и захоронение, то есть на полигоне уже непосредственно работы. Это составляющая на регулирующие РСТ, то есть проходят все эти фильтрирующие элементы, да, то есть. Ну и третья составляющая — это непосредственно содержание площадки мусорной. То есть уборка мусора у площадки, замена там, ремонт там контейнеров, все прочее. То есть вот там три основные составляющие, на которые стоит обращать внимание. На мой взгляд, наверное, о причинах, если будем говорить, да, то есть или углубимся, Андрей? — Не, я думаю, что тут, во-первых, стоит напомнить, что, как правило, с 1 января 2018 года размер платы за содержание общего имущества у управляющей компании по договору управления между собственниками, да, и, соответственно, ними, не менялся. То есть в большинстве случаев он был именно того размера, который был установлен еще там в 15-м, 16-м, 17-м году. — Не повышали? — Как правило, не повышали. То есть у нас идет повышение по решению общего собрания. — То есть очень сложно. — Во всех домах, где управляющая организация. Я напомню, что так называемый муниципальный тариф, он применяется только в случае непосредственного управления. — Когда не была выбрана, да? — Когда нет ни управляющей компании, ни ТСЖ, ни жилищно-строительного кооператива. Это непосредственное управление, дома до 30 квартир, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы. Тогда применяется муниципальный тариф. — И таких не очень много, да, в областном центре? — Таких не так много, да, домов. Это в областном центре, да, в области их, конечно, очень много. И с 1 января увеличилась плата за транспортировку почти на 40% в связи с тем, что у компании КДУ-3 увеличилась плановая затрата по сравнению с 2017 годом чуть больше, чем на 45%. — 45%. Михаил, вот он пришел в студию. — Михаил Шихович с нами. — Михаил Шихович с нами. — Как нам всем жить? 45% увеличилась составляющая затратная. Это же кошмар. — Поэтому сейчас с 1 января 2018 года. — Что у нас происходит в стране? — Мы немножко назад вернулись, да, по словам, 1 января. — Ну, с 2013 года не поднималась плата, да, соответственно, и доллар вырос, и техника в два раза подорожала. Насколько подорожала солярка, мы все прекрасно знаем. Поэтому, ну, вот уже, как говорится, терпения не было. В связи со сменой собственника компании, как вы знаете, да, работа не проводилась, и если бы не было это сделано сейчас, то компания могла бы, ну, мягко скажем, прекратить свое существование. — Так, ну, это все повышение, оно было законно. — Да. — Да, к этому никаких претензий, никаких претензий к этому нет. — Хотя и федеральная антимонопольная служба указала, что КДУ-3 занимает доминирующее положение на рынке, но в части повышения цен нарушений по закону защиты конкуренции нет. Потому что был анализ по сопоставимому рынку в городе Ульяновск, Липецк, и, соответственно, нарушений не было выявлено, потому что у них такая же численность была, как в городе Кирове, и они все как бы, да, привели на один уровень и посмотрели, что там цены выше, то есть там цены. — Я напомню, что в компании «Губрит», которая принадлежит муниципалитету, цены еще выше. — На 60%. — Да. — Да. — Это, кстати, стоит на полу. — А на 60% выше, чем вот уже вы после вашего поднятия, да? — Нет-нет-нет, у них было уже. — А, было выше. — Это стоит обратить внимание, что у нас в городе Кирове порядка восьми организаций, которые занимаются транспортировкой. И вот, например, есть одна организация, у которой стоимость ниже, чем в КДУ-3, а во всех остальных эта стоимость выше. с 1 июля 2018 года. — Вплоть до 400 с чем-то рублей, да? — 450 рублей. — Давайте по процентам рынка. — Какую долю, да? — Да, какую долю занимает КДУ-3? — Михаил Викторович, вам ли не знать? — Я не знаю число. — Директор по развитию? — Да, но я долю рынка не могу сказать. — Ну, примерно. — Ну, мне кажется, процентов 80. — Все-таки подавляющее большинство. — Это как раз КДУ-3. — Может диктовать. — Не может, Виталий. — Это как Т-плюс, вы все это делаете. — Так, хорошо, давайте поступательно пойдем. Мы сейчас начали, объяснили, да, тариф за перевозку мусора. У нас подошло время небольшой паузы. Давайте прервемся и скоро продолжим нашу беседу. Продолжаем наше общение. Виталий Брам, общественник. Андрей Воробьев, руководитель автономной некоммерческой организации ЖКХ «Эксперт», эксперт региональной общественной палаты, и Михаил Шихов, директор по развитию предприятия САХ, депутат Гордумы. Итак, начали, да, с 1 января 2018 года. В итоге мы платить стали больше, да? — Было 200-300 рублей с куба, а стало 200... — Кто стал больше? — Управляющие компании стали платить больше. — А тариф для жителей остался прежним. — Во-первых, это не тариф. То есть тариф у нас отрегулируется региональной службой тарифом. — Ну, условно, тариф. — Это договорная величина. — Она постоянная. — Как правило, она постоянная. Но в некоторых субъектах она, я бы так сказал, резиновая. И она зависит от стоимости услуг, которые включены в перечень за содержание общего имущества. И если, например, плата за транспортировку увеличивается с 1 января или за захоронение с 1 июля, то, соответственно, размер платы за содержание автоматически увеличивается, пересчитывается по договору управления. Это предусмотрено жилищным кодексом. У нас, как правило, управляющие компании любят стабильную маржу, условно говоря, вот давайте мне 15-20 рублей с квадратного метра. Мы вам что-то там будем делать. Будет предписание от жилищной инспекции или представление от прокуратуры. Мы это сделаем. А так вот все остальное останется у нас в кармане. — Хочется отразуметь. — То есть вот такая вот экономика. Но вот оплата за услуги, транспортировку и захоронение, она должна автоматически быть пересчитана и увеличиваться. Это позволяет действующая законодательство. Но у нас не умеют работать, хотя и механизмы есть, и даже примерные условия есть. Это все. — Кто именно должен пересчитывать, с чьей подачей это должно происходить? — Управления компаний, видимо. — Управляющая компания, да. Вот хотите я поясню? — Михаил Викторович, не возможно. — Вот смотрите. Да, смотрите. То есть я еще являюсь депутатом городской думы. И управляющие компании где-то там зимой все время говорили, нам не хватает тарифа для того, чтобы содержать дома в порядке. Городская администрация утвердила тариф, выше которого у нас был. И с первого июня управляющие компании могли применять другой тариф на содержание общего имущества. Но что произошло? — Муниципальные мы имеем в виду, то, что произошло в Вене? — Это же не обязательно величина. — Это не обязательно величина. Конечно, не обязательно. Но для них это, знаете, является таким, ну вот вроде как бы город все перечитал. — Закон о повышении. — Да. — Вроде бы как разрешили, да, и можно повышать. Но что произошло? Никто не повысил. — А почему? — Потому что у нас 70 управляющих компаний и 700, по-моему, 38 ТСЖ. Конкуренция настолько высокая. У нас есть еще кое-какие помещения по управляющим компаниям. Когда они переголосовывали, я задаю вопрос в УЖХ конкретно. Я говорю, ребята, вот было 17 рублей, 17 рублей и осталось. Это подорожало, это подорожало, это подорожало. Ведь вы все равно будете вынуждены там мусор вывозить, что-то делать. То есть, соответственно, качество содержания будет падать. Вроде и город поднял тарифы, но для жителей и управляющих компаний тарифы не поднимают. Это, как верно, абсолютно заметили, до предписания, до чего-то. А пока деньги забирай. — Михаил, тут стоит отметить. — Подожди, подожди. — Тут очень важный момент. Вот муниципальный тариф, он применяется только в случае непосредственного управления, если собственники на общем собрании не приняли решение об обозначении размера платы. Это просто нужно понимать, потому что некоторые недобросовестные управляющие компании говорят, что вот раз вы на общем собрании размер платы не приняли, мы применяем муниципальный тариф, но это не так. — Совершенно верно. — Это существенные условия договора управления, и в этом случае муниципальный тариф не применяется. Это договорная величина, когда две стороны, собственники в доме и управляющая компания, они определяют этот размер платы, исходя из перечней услуги работ по содержанию общего имущества. То есть это нужно четко понимать, что муниципальный тариф в случае управляющих организаций, когда на общем собрании не принимается решение о размере платы, не применяется. — А что в реальности-то произошло? — Очень же просто. То есть есть КДУ, которая вывозит мусор, утилизирует его на полигоне, затем другая компания, которая входит в общий контур, так понимаю. Есть управляющая компания, которая представляет интересы жильцов. То есть она обслуживает дома, управляет ими, делает вроде как бы мир лучше, вокруг людей должна. — Делает свою работу. — По факту должна делать свою работу, по факту получается плохо делать свою работу. Очень многие из них, большая часть управляющих компаний я могу ответственно заявить в своем субъективное мнение, но они крайне плохо работают. В том числе вот то, что мы сейчас говорим, то есть если увеличилась там трасса составляющая, ну как бы о чем можно говорить? То есть есть там субъект, который вывозит. Он говорит, я увеличиваю. То есть кто ему может помешать? Да никто не может помешать ему, да, то есть, но есть управляющая компания, которая должна выйти с инициативой к жителям, объяснить доходчиво, ведь у нас люди не дураки, они прекрасно понимают, что если им там управляющая компания объяснит, что на ваши там 17 рублей, это на мой взгляд вообще экономически необоснованный тариф, в принципе, на нее жить там невозможно. — Много или мало? — Ну это мало. — Мало. — Конечно, мало, в 2018 году, когда все ценники растут, когда вся составляющая затратная вырастает значительно, у нас там тарифы на уровне, наверное, 2007-2010 года сохраняются, да, вот эти вот? — 14-го. — Ну, нет, там то, что было, вот этот там ценник, он же давно ничего там не менялся, потому что у нас там какой-нибудь там условно взять монстр у Калининского района, да какой там тариф, у них большой объем, там миллионы этих квадратов, иди-ка их там, отголосуй другой тариф, попробуй. Зачем, и так все устраивает, если, да, то есть, если никто особо не контролирует, то все хорошо происходит. Ну и тут доходчиво донести нужно было до людей, что мы должны увеличить там тариф на содержание на такую-то величину в связи с тем-то, с тем-то, с тем-то. — Насколько, Виталий? Мы хотим знать, насколько. — С тем-то, с тем-то, с тем-то. — Ну, стоимость увеличения транспортировки и заутилизации. — На 40 процентов. — Да. — Нет, так это 40 процентов, только часть этого. — Это что, составляющая? — Скажите мне, сколько было проведено собрание управляющими компаниями по вопросу повышения размера платы за содержание? Сколько? Покажите хоть один протокол. — Я могу сказать, что в платежке, я не слышал об этом ничего, мусор составляет от 7 до 10 процентов. Вот это составляющая мусорная. — Вот эти 10 процентов? — Ну, в реализации. — То есть там 10 процентов мы должны увеличить на 40 процентов. — Смотрите, управляющие организации, что это такое? Это общество с ограниченной ответственностью, как правило. ООО. Они занимаются предпринимательской деятельностью. Им никто не гарантирует, что они будут получать стабильный доход из месяца в месяц. Да, тут увеличилась стоимость. Вот, например, вы заключили контракт на поставку 100 буханных хлеба. Это вам производитель муки говорит, что мука у нас увеличилась. Вы что будете, разрывать контракт со своим заказчиком или все-таки найдете деньги, или уменьшите как-то прибыль, оптимизируйте свои расходы, но исполните контракт, чтобы дальше работать и доказывать свою добросовестность и порядочность. Вот здесь такая же аналогичная история. Это предпринимательская деятельность. Тут есть риски. И это и есть предпринимательские риски управляющей организации. То есть она должна, независимо от того, что там произошло на рынке, услуг, она должна исполнять обязанности, которые предусмотрены законом. То есть вывозить мусор. Это предусмотрено и федеральным законодательством, и предусмотрено правилами внешнего благоустройства муниципального образования города Киров. Вне зависимости от того, что произошло со стоимостью из ваших слов еще зимой должны были пройти вот эти инсценированные собрания да я даже скажу в ноябре-декабре вынесет не вылечен вопроса не разовало известно что нужно было конечно проводить собрание и абсолютно цифры хотите скажу 33 рубля стала 41 руб с человека в месяц примерно с человеком я могу примерно с там сориентировать то есть вот эти там 40 процентов это в рублях в тарифе ну примерно от 0 от 60 копеек до полутора рублей вот эта штука смотря какая составляющая в тарифе смотря у кого объеме да смотря какой бы творится есть допустим если он был там 17 рублей то условно там округлим до 10 процентов устали хотя на смене меньше микрос 7 но возьмем 10 то есть это 17 рубля с глобальными плюс астам 40 процентов эти же ну там 39 до это 0 68 рублей 68 копеек то есть вопрос то на мой взгляд то есть лежит в том почему не произошло то есть на мой взгляд проблема очевидно ну власть на самом деле выступает как арбита то есть видимо по разным причинам не удалось там донести до всех субъектов что это необходимо совершить чтобы не было коллапса да то есть сейчас уже проблема там свершилась ну я думаю что она будет решаться в любом то есть получилось так что в итоге всего этого до управляющей компании просто стало не хватать денег чтобы заплатить тем кто вывозит мусор ну мне кажется так далее не видны политики так давайте михатор вектора в связи с тем что 1 января 19 года наступает рекоператор некоторые управляющие компании решили что ну дай бог вот сейчас под сэкономим потом это услуга перейдет непосредственно к людям под сэкономим смысле мусором зарастем часу до конца года ну я с точки зрения жилья жилья тогда тогда и по сэкономим некоторые считают что к ду-3 и так там заставят вывозить этот город там на ругают или еще что-то как угодно понимаете как бы и началось у нас сейчас на милицейской 62 есть место накопления знаете такой ящик металлический туда все бросают сами куда-то потом на тракторе вывозят я не знаю но с к ду-3 конкретно мы зарастаем мусором потому что к ду-3 связи с увеличивающимися объемами мусора просто привело количество контейнеров к договорным отношениям если управляющая компания заказала два контейнер мы и ставим 2 закажут 3 мы поставим 3 за скажут 4 поставим 4 маню и должны просто заказать еще и платить за них конечно поэтому они заказать ровно столько за сколько платят а население образует гораздо больше мусор и по идее как бы вот они должны за этим следить я понимаю у некоторых есть рядом какие-то магниты пятерочки которые тащат мусор прямо это отдельная жители соседних домов там нет контейнеров но они хотят мусор выносить места санкционированного размещения отходов и несут опять же к соседям поэтому кто-то платит за кого-то и вот это пересертится с управляющими компаниями знаете вот чем беда наших управляющих компаний их 70 вот на нижний новгород 6 так вот сейчас же у нас другая проблема проблема организации мест накопления и если когда-то крупная управляющая компания ты всегда найдешь на своей территории в районе 100 метров от жилья какое-то место где можно разместить место накопления то у нас когда этот дом мой этот твой а этот еще чей-то и все будем очень долго ругаться и спорить на чьей территории должен стоять контейнер там даже элементарно по санитарным нормам должен этом расстояние дома не везде даже земли 20 пожалуйста рассказали что когда четко провела с соответствием количество контейнер соответствии с договорными условиями отношениями отношениями да это о чем говорит то есть вы выставляли больше до этого да мы до этого выставляли больше то есть у нас это такой подарок что благотворительность ну честно говоря мы считаем где-то в месяц мы на 3-4 миллиона бесплатно вывозим мусора но и это бы нас еще как-то более-менее вот некоторые управляющие компании говорят у нас есть там договор скаду на содержание вот на содержание площадки накопления что это отдельная тема это отдельная тема смотрите что это такое она полно 100 рублей с квадратного метра как-то стоило но что такое содержание это когда кто-то не смог открыть крышку поставила рядом какой-то пылесос принесли поставили рядом да ну у кого-то просто выпало с контейнером понятию вот это содержание вот это мы все подбирали и площадка становилась чистой но сегодня когда занизили объемы у нас есть дома там в которых по факту 240 человек проживая да они подают нам данные 130 а как вы знаете количество контейнеров рассчитывается из количества проживающих мало того что нормы накопления я считаю нас сильно занижены сильно занижены процентов на 20 как минимум так нам еще и жители занижают и когда нам говорят ребята у нас проживает 100 человек на них надо два контейнера по факту мусора образуется на 5 но мы-то эти ставим 2 как у нас и заказали и когда компания начинает открывать погодите а вот вы же должны были содержать когда люди просто начинают бросать увидели эти горы которые выше контейнеров это уже никакой не содержание и мы от содержания подобных площадок отказываемся вы просто увеличили стоимость там сержанской я понимаю вплоть до там 230 рублей за карты метр по есть такая информация по низко про еще компаниям достаточно высоко потому что мне говорили было 14 стала 230 то есть такой существенная прямой что такое 14 было 100 стало по вот мне 230 300 честно говоря но сумма то выводится в какую что было понятно мы пытаемся людей все-таки поставить контейнер не собирать земли а чтобы эта цена стоимость содержания площадки она была адекватна постановка еще одного контейнера чтобы не валялась за земли даже если мы приезжаем раз в сутки довозим ежедневный вывоз ну что вот эти сутки то на земле не валялась чтобы мы могли поставить дополнительный контейнер как мы всегда и ставили а сколько с день это даже да вот чтобы людям было понятно нас слушают есть там человек живет он в доме там не знаю там пятиэтажки панельки там стоит у него два контейнера а нужно три контейнера ну предположим примерно в цифрах чтобы люди поняли вообще о чем поберечься сколько нужно денег что можно 3 не знаю там там копейки грубо говоря на весь дом 10 этого раскинуть и чтобы понимать до рубля не скажу 430 рублей плюс 20 нет плюс 18 в общем 340 рублей 340 рублей это вывозка контейнера одного одного на ежедневно еще я понимали в месяц захоронения нет это просто один один раз в 1 40 рублей включающая в себя и захоронения для понимания человек образует в год по нормативам утвержденным 1,7 куба ну вот считайте 340 умножить на 1,7 сколько там 500 600 рублей человек его в год пример да все абсолютно адекватно я не знаю почему управляющие компании не хотят заключать договора еще вот про какие-то не знаю на последнем совещании слышал рассуждение вот коэффициент уплотнения приплетают еще что-то ну коэффициент уплотнения чего мусора в контейнеровозе да но мне хочется ответить вот как раз господину который этого просто понял вы понимаете чем выше коэффициент уплотнения тем в разы в разы в разы дороже машина то есть одно дело там это газончик какой-то там за миллион рублей другое дело когда это современное сканер с коэффициентом конечно 6 уплотнений но она стоит уже 15 миллионов так у нас подошло время рекламы продолжим разбираться после нее михаил шихов директор по развитию предприятия сах депутат гордумы виталий брам общественники андрей воробьев руководитель автономной некоммерческой организации жкх эксперт вернемся через полторы минуты наш разговор давайте сейчас с точки зрения жителя до обычного города с точки зрения потребителя вот давайте вот картина до перед глазами николай видел я видел да кто не видит контейнеры дивидели вот давайте сейчас в течение ближайших десяти минут отрицать от того чтобы как как собственно это ликвидировать но я имею ввиду избежать переполнения контейнер вот что сейчас делать виталий андрей михаил викторович вот основной вопрос сейчас вот заключить что делать заключить договор на вывоз того объема который необходим для конкретного многоквартирного дома давайте пошага давайте поэтапно закреплена у нас отчет чего начинать собрание общего там собрание собственники дэна если бы лаги представить по очереди михаил Нет, смотрите, Виталий, это если повышать тариф, то собрание общего собственника и прочее, прочее, прочее. Но если мы говорим о приведении в соответствие норм накопления и количества выставленных контейнеров, то это все просто. Жители могут просто посчитать, сколько у них в доме живет людей, включая младенцев и стариков, всех проживающих. И те, кто официально не зарегистрировал, но они знают прекрасно, кто не живет. Да, и те, кто не официально не зарегистрировал, умножить на 1,7 куба и поделить все это на 365 дней, и будет понятно, сколько контейнеров необходимо, потому что контейнеры у нас 1,1 куба, ну, единичку никто никогда не считает. То есть, на самом деле, когда появляется цифра 2,8 куба, всегда выставляется 3 контейнера на 3,3. На самом деле, контейнеры всегда выставляются с неким перевесом в сторону потребителя. То есть, первое, что должны сделать жильцы, это посчитать, сколько у нас мусора, и заключить, сколько нам должно быть проблема. Второе, это обязательно посмотреть, кто еще к ним носит мусор. Мы знаем прекрасную историю. Это как посмотреть? Вот смотрите. Только видеокамеры ставить не надо, это очень дорого. Я вам рассказываю историю, одна управляющая компания мне рассказывала, у каждого управляющего есть дворники. Так вот, он говорит, я однажды к своей контейнерной площадке, у меня там дом, обычный дом, 72 жители, из них поделим пополам, все время мусор кто-то один выносит. Надо запомнить 20 человек, по сути, кто может в вашу контейнерную площадку входить. Я, говорит, поставил дворника сбитой, и он отгонял всех лишних-то. Юрлиц, прочих, прочих. В итоге снижение мусора было на 60%. В два раза с лишним. В два с лишним раза. Боже мой. Хорошо. Так что выгоднее установить, вывезли на ней дворника сбитой, что выгоднее-то? Выгоднее? Да. Ну, не знаю, это надо каждому посчитать. На самом деле, я вот агитирую и буду агитировать за создание закрытых мест накопления. Вот у нас сейчас ведется работа. Огороженных с ключиком, да, чтобы туда можно... Конечно, не все имели доступ туда, а именно жители этого дома. Там Петербург, компания Брусника, там шедевры прямо. Шедевры, там есть кованые такие места накопления прямо в центре квартала, микрорайонов. Красивейшие вещи. Вакуумные всякие вещи. Нет, но у нас тоже есть... Смотрите, там все сильно солнечные... Под землей. Нет, хорошо, а если такой вариант, посчитали, сколько контейнеров надо, посчитали, там умножили на 1,7 куба, выяснили, кто там еще скидывает, отвадили их, что дальше? Если количество уменьшилось... У вас стало чисто. Хорошо, если количество уменьшилось, действительно, все, нам хватает, все, хорошо. А если не уменьшилось, пинать управляющую компанию? Конечно. Чтобы она ставила, и чтобы она заключала еще новое соглашение? По закону, содержание мест накопления, это обязанность управляющей компании. Вот они прям должны, обязаны... Обязанность собственника, на чьей земле стоят эти мусорные площадки. Конечно. Есть множество случаев, когда эти контейнеры-площадки стоят на муниципальной земле, кстати. Говорят, их очень много таких случаев. 180. 180, погода. Да, смотрите, это проблема номер 2, то есть 89-й закон, нам четко предписывает, пункт 8, что создание, содержание мест накопления, это обязанность все-таки муниципалитета, если это земли муниципальные. Ну, таких площадок 180. Ну, смотрите, на самом деле их 4000 площадок, да, и 180 муниципальных, это не так много. Тем более, их некоторые ликвидируют из-за того, что сейчас ГИБДД запрещает размещать контейнерные площадки, знаете, вдоль дорог. Они считают, что это красная линия, останавливающаяся автомобиль, мешает движению. Ну, на самом деле, весь мир останавливается, это социальная услуга выгружает, грузит. Все ждут сзади. Все ждут во всем мире. У нас, конечно, вот пытаются убрать эти. Ну, поверьте, дворы уже... В двор, а, заехать тяжело, да, во-вторых, дворы, вот, опять же, как можно найти место, которое бы всех устроило? Вот это огромная проблема. Поэтому сейчас все пытаются не теребить и места, где вот площадочки-то, потому что если начинать глубже... Я думаю, Виталий, ты имею в виду при домовой территории, где не разграничены подоземельные участки. Где как на стыке, да, как-то вот стоит. Где вообще границ нету, и кадастровый учет не проведет. Можно вопрос задам? Мне написано вопрос от нашего редактора, который с нами не присутствует, попросила задать. Вот у нас контейнерная площадка, одна на несколько домов, да, обычная ситуация. Из них два, видимо, контейнера Ленинского УК, а два дома это Ленинского УК, а еще три дома, три разные управляющие компании. И вот кому мне предъявлять претензии, из-за фигований... Кому морду бить. Кому морду бить, да. То есть вот как в такой случае поступать, если в Железство он может и не понять, куда идти? Нет, безусловно. Ну, посмотрите, у кого договоры заключены и на какой объем. Вот у нас есть контейнерные площадки, где вот по три неудачных компаний, да, там, не буду их называть, чтобы никого не обидеть, но есть компании, у которых даже с договора нет на вывоз мусора. Три корабля там прикреплены, а есть маленький дом, хорошая компания управляющая, и вот у нее стоит два контейнера, и вот эти три корабля туда несут. Ну, люди же тоже не хотят этот порт накидывать куда-то, поэтому... Тут нужно понимать, что за все несет ответственность управляющая организация, в том числе за уборку мусора на всей придомовой территории. Любой житель имеет... Договор попросить почитать. Кстати, да, по поводу договора. Вот, как бы кто ни ругал ГИС ЖКХ, Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства, там есть такой раздел, информация о договорах по дому. И в этом разделе должны быть размещены договоры, в том числе на вывоз и... Это требования обязательно к управляющим компаниям, это они должны размещать? Да, они обязательно должны размещать. Если его там нет, нужно писать в Государственную жилищную инспекцию. То есть вот сейчас рекомендацию можем сразу дать людям, которые активно фотографируют эти свалки, выкладывают в интернет, жалуются, смотрите, что творится, вот лучше вот заглянуть в ГИС в тот же, да, посмотреть, есть ли договор, и дальше уже действовать. Да, да, потому что это нарушение лицензионных требований, если информации в ГИС ЖКХ нет. Это очень серьезно. Штраф до 300 тысяч на дворственное лицо, насколько я помню. До 300 тысяч. Есть смысл писать. Подсказываю, подсказываю активным юристам. Вопрос в другом, на самом деле, у меня вот самое главное. Мы же как-то жили более-менее нормально. Сказал Михаил, что он занимался там благотворительным и все прочее. Но вот еще зимой все обсуждалось. Прошло там полгода, но мы видим, что коллапс произошел. Как-то можно было ее избежать все-таки? Вот у меня тоже был такой вопрос. Что мы сделали все не так? То есть что власть делала не так? Наверняка ведь вы предвидели эту ситуацию. Что субъекты хозяйства еще сделали не так? Что мы там как люди сделали не так? Да, знаете, на самом деле ее никто не... Ну, пытались избежать, увеличивали объем бесплатного вылаза. Ну и вот тут, видимо, сами как бы не... Сумму вот... До какой суммы довывозили бесплатно? Можете сейчас озвучить? 60 миллионов сегодня должны управляющие компании за вывозку. А кто самый вот такой большой должен? У Калининского района. Я бы и воробьев предположил. Там есть несколько, да, управляющих компаний, потому что как бы весь этот долг, в общем-то, да, складывается из компаний, которые уложатся на одну руку. Простите, прервали вас, вы начали как раз-таки с того, что предвидели. Да, пытались как-то балансировать там на содержании, но когда объем мусора превысил все разумные нормы, мы стали разрывать договора по содержанию контейнерных площадок. Ну и видите, к чему это привело. Это когда поняли, что вы вывозите намного больше, нежели заключено, собственно, на бумаге. И всякие обращения в управляющих компаний там, или заключить договор, или погасить долги. Вы понимаете, как бы вот, опять же, да, известная всем компания, это когда раз обанкротился, два обанкротился, везде накопил долгов каких-то, да. Ну, понятно, я в четвертый раз не хочу с ним заключать договор, потому что мы же знаем, история повторится. Михаил Григорьевич, произнести сейчас четко, чтобы все услышали, на каких условиях САХ готов изменить свою позицию и выставлять контейнеры больше. И вот что вам сейчас, как руководителю, директору по развитию САХ? Нам сейчас бы хотелось, чтобы все-таки управляющие компании привели в соответствие количество проживающих и количество выставляемых контейнеров. Даже мы, когда мы говорим о том, что у нас нормы накопления занижены, бог бы с ним, вот эти 20% мы всегда довыставим. Всегда довыставим. Поэтому, если управляющие компании будут в соответствии приводить количество проживающих, причем они как-то должны это сделать, честное слово, по-соседски. То есть соседний этот дом тоже должен привести в соответствии количеству проживающих. Комплексно подойти к этому. Комплексно, да, подойти к этому. Потому что, в принципе, они все друг друга знают, могут договариваться. И когда вы эти данные получите? Если получите, конечно, дальнейшие шаги. То есть заключается договор, производится оплата по факту вывозимого мусора, и мы в течение суток можем установить все контейнера на все контейнеры. Своей стороны вы оперативно обещаете? Мы очень оперативно можем это делать. Можете все отреагировать, да. Я так понимаю, что с 1 января изменится. Подожди, еще до 1 января. Сейчас есть проблема, что с апреля МВД сейчас занимается всеми вопросами по регистрации граждан. Управляющие компании сейчас не имеют права выписывать и справки, составить семьи и все это прочее. Сейчас полный хаос, потому что жители могут зарегистрироваться как через МФЦ, так и прийти в ВВД, так и через курьера, управляющую компанию, заказать эту услугу. То есть полной картины управляющих компаний нету. Сколько прописано? Вот эти законы-то не принимали. Они не знают, сколько прописано. Это вариант один о том, сколько живет реально. Не знают. А в ВВД, насколько будет актуальна сейчас информация, это покажет время. А может, это и не надо? Может, вертушки поставить в подъезде? — Можно вообще все внести в колючий пролог. У нас есть ощущение, что мы к этому идем куда-то. На дороге, на заборах, на вертушке, чтобы ничего не изменится. Вопрос подходов. Вопрос первый слой. Самое главное — это население. Нужно люди понимать, что ежемесячно вы платите довольно большие суммы в своей управляющей компании. Достаточно большие. Может быть, их нужно немножко подкорректировать, наверное, в сторону увеличения. Но, опять же, если говорить про мусор, то есть это вопрос 60 копеек, слушайте, ну, с квадратного метра, да, то есть. Но это не вопрос каких-то глобальных сумм. Вопрос к управляющей компании, которые должны прорабатывать взаимодействие с собственниками. Они же ничего не делают этого. То есть где реальное взаимодействие с собственниками? Где реальное возникновение локальных сообществ? Где условия для них, которые власть должна обеспечить? Не для галочки ТОСы насоздавать, да, в количестве чуть ли не 700 штук или ТСЖ, которые вроде как 700 ТСЖ и все прочее. Реально, что там 20-30, которые реально работают. Вопрос к этому. Пока люди сами не поймут, что жить в этом, мне, простите, невозможно уже, да. То есть когда тут двора нет, мусор, все завалено, все прочее, хозяйственные субъекты в виде там САХа, управляющие компании борются за свои там экономически обоснованные там тарифы, за прибыли и все прочее. Ну, вот пока люди не скажут, что нам надоело, давайте мы сами что-нибудь сделаем, давайте мы поймем, разберемся самое первое, то есть в чем причина, проблема. То есть здесь мы же только так же разобрали. Три причины. Виталий, полуминуты. Увеличила стоимость, увеличилась стоимость там содержания и все прочее, прочее, прочее. Но как бы давайте что-нибудь сегодня решать. Где у нас власть-то, ребята? Где у нас власть, которая должна... У нас есть муниципальный контроль, правила внешнего благоустройства. Муниципальный контроль может управляющая компания заставить убирать и вывозить этот мусор. Более того. Вместе с государственной жилищной инспекцией. Контроль жилищный, который... Заставить кого? Управляющую компанию. В то же время давайте консенсус все найдем. В том числе и компании, которые вывозят. Михаил, вы же видите, что коллапс. Понятно, что жить там в убыток невозможно. А Михаил Викторович четко озвучил, собственно, условия, на которых можно... Мы проводим большую работу. Я надеюсь, что на следующей неделе все выровняется. На следующей неделе все выровняется? Я очень надеюсь, да. Так, хорошо. Спасибо большое. Убегаем из эфира. Михаил Шихов, Виталий Брам, Андрей Воробьев завершается первой половиной мужского понедельника. Далее новости. Услышимся очень скоро. Услышимся.